Я на днях смотрел, как играла моя любимая ЦСКА с Манчестер-Сити. Было мне стыдно. Стыдно. Да, будут говорить, что вот там чуть ли не сборная мира, там великие мастера. Но я с этим не соглашусь. Вы понимаете, футбол наш в серьезном кризисе. Я смотрю на наших гимнасток, на наших чемпионок синхронного плавания. И я представляю, сам занимался спортом. Сколько вот эти худенькие девочки вкладывают энергии, какая у них великая ответственность. Они живут этим спортом. А что мешает нашим футболистам отечественным вот так же тренироваться? Под руководством наших же тренеров. Тренироваться день и ночь. Вот я знаю, как гимнастки живут перед сборами, перед чемпионатами. Они все, от всего личного они отказываются. У нас же, посмотрите, свободно гуляют, там и пивко попивают и так далее. Поэтому футбол, я считаю, наш в серьезном кризисе. И я представляю еще, представляю, а что если бы не было вот в ЦСКА, там в Спартаке, в зените легионеров? Мы бы, наверное, ездили на чемпионат Европы и играли бы там на равных только с дворовыми командами. Поэтому, с одной стороны, конечно, это хорошо, что будет привлекательность, популярность этого вида спорта, любимого народа. Но, с другой стороны, отношение к распилу, отношение к тому, что заработать кому-то, положить миллионы долларов в свои карманы, оно многого нам не прибавит. Ведь мы прекрасно знаем, что даже многие наши футболисты отечественные, когда подписывают контракт с клубом, они обязательно с кем-то делятся. Обязательно есть там агенты какие-то. Ну, это уже не спорт, это бизнес. Продолжение следует...